Ну что, пришло время заснять отель, сделать обзор на отель Andamantra Villa Phuket. Как и обещал, начну с самого низа, здесь неподалеку, кстати, от отеля находится 7-11. Обменный пункт. Чуть подальше находится Колим Бич, то есть по факту отель находится напротив Колим Бич. Вот я завернул сейчас на территорию отеля. И мы начинаем этот непростой путь до моего номера. Я пройдусь, так сказать, как бы змейкой по отелю. И постараюсь показать и зацепить все, что в нем есть. Чтобы обзор был наиболее понятен людям, потому что те обзоры, которые я вижу, люди снимают неправильно. Вот, сейчас будет обзор наиболее полноценный, наверное. Видео будет нон-стопом идти. Я решил заснять нон-стопом. Значит, вот отсюда уходят шаттлы. Шаттлы могут поднимать вас до самого верха. Шаттл это машина, которая водит посетителей отеля, постояльцев. Потому что идти не так, что и просто наверх. Не каждый сможет подниматься постоянно так долго. Поэтому услуга отеля предоставляет шаттлы. Вы можете прийти и в любое время поехать на шаттле. Будь то ночью, будь то днем. Так, ну что, вот ресепшн. Значит, справа или слева можно обогнуть и зайти в него в отель. Здесь туалет находится. Поднимаемся выше. Попадаем на второй этаж над лобби. Над ресепшном. Здесь такие, как скамеечки. То есть, можно почилить тоже здесь. Посидеть, закат встретить. Отель находится прямо напротив моря. Первая линия, так сказать. Ну что, поднимаемся выше. Дальше у нас находится ресторан. Здесь тоже происходят вроде как завтраки. Но сюда приходят люди, которые живут внизу. Не знаю, что здесь дают. Но вроде как говорят, здесь тоже завтраки происходят. А основной завтрак происходит наверху. Я потом покажу еще. Мы до него дойдем. До этого ресторана, до верхнего. Ну это вот нижний ресторан. Так, и вот в первый бассейн попадаем с вами на первый бассейн. В основном здесь постояльцы, это китайцы. Фоткаете? Смотри, люди фоткаются тут. У отеля есть свой такой дизайн тоже. В тайском стиле. Но больше мне все-таки он напоминает такой какой-то стиль 80-х. Не знаю, отдаленно как-то так напоминает вот этот вот хай-тековский какой-то. Советский что ли. Какой-то может быть даже немного стиль. Но приправленный приправленный тайским антуражем. Поднимаемся дальше. Поднимаемся дальше. Мы попадаем на второй бассейн. Так сказать, уже второй ярус, можно сказать, да? Если отталкиваться от бассейна. Тоже хороший обзор. Можно закаты видеть. Ладно, идем дальше. Это, наверное, если кто-то тонет. Я так полагаю. Пойдем людей спереди. Пойдем дальше. Заселяют здесь, в принципе, в те номера, которые вам угодно. Ну, в блоке, да? Если вы просите какой-то себе блок, конкретное здание, то вас, скорее всего, туда и заселят. Но не факт, что вам дадут этаж, тот, который вам нужен. Ну, как правило, если человек хочет пониже заселиться, то его заселяют пониже. Потому что отель необычный. Достаточно высокий. Здесь есть лифты. Лифты есть тоже. А так вообще, вот по этой дороге ходят шаттлы. Тоже змейкой. Они поднимаются на самый верх. Но лифты и есть тоже. Только они, получается, находятся в отдельных зданиях. Там, как бы, каскадом тоже, да, можно сказать. Надо пересаживаться. Тоже какая-то чилаут-зона. Ну, что, поднимаемся дальше. Ночью это тоже, конечно, выглядит немножко по-другому. Тут подсветка работает. Поэтому он очень красивее даже смотрится. Вот справа находится спа-центр. Отельный спа-центр. Тут, конечно, цены в два раза дороже, чем на улице. Но кому лень и у кого деньги есть, можно сразу, как говорится, не отходя от кассы, получить качественный тайский массаж и всякий спа-процедура. Поднимаемся дальше. Ценник. Тут у нас находится развлекательная зона уже. Там теннисный стол, бильярд, спортзал есть, фитнес. Небольшой, да, так сказать. Карта отеля самого нарисована. Номера блоков. Кому интересно знать номера блоков заранее, тут, в принципе, можете подробно изучить карту отеля, чтобы когда ехать сюда, знать, куда вам удобнее заселиться, какой номер блока. Но я вам советую заселяться на вторые этажи, потому что третьи этажи, везде третьи этажи, это ханимун. Номера для медового месяца. Но если у вас есть деньги, как бы, да, вы можете купить и ханимун. Просто это будет уже переплата за комфорт и за более высокий этаж. А так вообще второй этаж, в принципе, что здесь напротив бассейна, что здесь. Наверное, все-таки я вам бы посоветовал бы либо напротив бассейна, либо напротив e-point второй этаж брать. То есть это либо шестой, либо восьмой блок. Но можно взять, в принципе, и здесь. Только немножко будет крыша виднеться, наверное, как вот у меня сейчас. Он будет вроде бы выше, номер. Но крыша будет впереди стоящего блока, здания. Она будет все-таки виднеться. Поэтому, в принципе, лучше, наверное, брать где-нибудь второй этаж вот здесь, либо там напротив e-point. Это, наверное, самый идеальный вариант, если вы хотите получить самый лучший вид из номера. Это, наверное, вот мой совет вам по заселению. Но если вас не заселили сразу, вы можете попросить переселить попозже, узнав, в какое время будут выезжать с такого-то, с такого-то блока, здания, да, люди. Если вы узнаете на ресепшене, вы можете прийти в 11 часов и перезаселиться в 11 часов утра. Так, мы попадаем еще на третий ярус уже, получается, да. Это самый главный бассейн. Сегодня, к сожалению, не очень хорошая погода. Поэтому море, оно сливается, можно сказать. Оно сливается с небом такого белого цвета. Когда красивая, когда хорошая погода, тут очень красивый, красивый вид. Это ресторан, основной ресторан, где происходят завтраки. Свиминг-пул. Ну, что, я не знаю, есть ли смысл туда идти. Я думаю, наверное, нету. Музыка играет здесь постоянно, в принципе, но не всегда хорошая. Черный рэп и все такие дела, они мне не нравятся. Поэтому у меня был номер вон там, вот сначала. Точнее, второй раз, да, мне перезаселили туда. На первом этаже, получается, да, на второй. Ну, это первый этаж, можно сказать, получается. и прямо напротив бара. И там вот этот, как начнут рэп включать свой, что-то совсем неинтересно мне стало. Я говорю, не, давайте, ребята, меня переселяйте. В основном-то тут отдыхают иностранцы, русских все-таки маловато. Иностранцы, это индусы, Израиль, Китай. То есть, Средняя Азия, так сказать. Вот еще друзья мои идут, знакомые. А я вот обзор делаю с самого низа, с самого низа до верха. Всем привет. Да, да, да. Вот, тоже люди парочкой приехали. В основном, конечно, здесь семейные пары, семейные пары отдыхают. Отель семейный. Есть, конечно, одинокие там, подруги приезжают, какие-то там, да, мужики, но очень мало. Или такие, как я, который приехал совсем один, можно сказать. Невыгодно ехать одному в этот отель в плане денег, потому что переплачиваешь значительно, я даже сказал бы. Выгодно ехать вдвоем, чтобы сэкономить, конечно, выгодно ехать вдвоем. Особенно, если вы не едете со своим самоваром, который вы оплачиваете, да. Поэтому, если вы, у вас есть подруга или есть друг, ну, чтобы все, как сказать, по-честному было, лучше ехать так, чтобы можно было скинуться. Поднимаемся дальше. Идем в номер. Дойдем до моего номера. Тут у нас уже эскалаторы. Поднимают нас наверх. Я решил в режиме нон-стоп снимать, поэтому ничего перематывать, ничего вырезать я не буду. Хоть оно и долгое видео, но мне так нравится больше. Так, там еще, если выше подниматься, можно еще подняться выше. Еще подняться выше. Там будут виллы. Виллы, получается, это уже приватные, да, личного пользования, с личным бассейном, с самым лучшим видом. Вот. Ну, это уже будет совсем дорого. Это уже для тех, кто хочет шикануть. Так, продымаемся в номер. Убираются каждый день в номере. Мне уборка каждый день не нужна, поэтому я говорю, что только воду меняйте мне. Ну, раз в три дня я примерно так прошу убраться, потому что я сплю как бы чисто, ноги мою. Так, ну вот, сразу вид на море. Вот такой сразу вид из номера. Сейчас погода, конечно, не очень хорошая, а вот так вот выглядит, в принципе, когда светит солнце. Закат, к сожалению, с этого номера я не увидел, но я думаю, что он будет очень офигенный, если вы попадете под хорошую погоду и под закат. То есть, получается, что, что можно сказать об этом отеле? в соотношении цена и качество, наверное, самое оптимальное. Самые лучшие виды будут у вас из номера бассейн с видом на море. По сути, как бы инфинити бассейн, да? Поэтому думаю, что Антамантра стоит того, чтобы ее посетить. Ну что, все, наверное, на этом пока хватит. Игорь Негода